Валерий Кузьмин Мы не ухватим всего того, что Саура хочет сказать, и в тот момент, когда аллегория становится проговоренной, теряется, ну что-то теряется, очень многое теряется. В принципе, наверное, это вообще свойственно аллегорическим произведениям, которые хотят сказать нечто большее, чем, собственно, означаемое аллегорией. Ну и вот Карло Саура, по-моему, в этом смысле является таким просто большим мастером. По поводу этого фильма есть такой разбор в статье Рональда Шварца, который пишет о испанском кинематографе, начиная с 50-х годов. Он в том числе посвящает несколько страниц и вот фильму, который мы видели. Ну и делает как бы напрашивающиеся выводы относительно аллегорического компонента этого фильма. Те, кто видел когда-нибудь портрет Франка, легко узнает его в главном, ну, в одном из главных героев. То есть отец девочки Анны, он очень похож на Франка и, наверное, не случайно. И поскольку, в принципе, творчество испанских художников, писателей, кинематографистов того периода, оно чаще всего связано с осмыслением вот этой ситуации, ситуации режима, который душит все живое. Поэтому, в общем, понятно, что такой ход не совсем случайен. Ну и, например, бабушка, которая в инвалидном кресле, это старая Испания, о которой мы только можем мечтать и которая нема и ничего сказать не может. И, действительно, в эту сторону, если двигаться, наверное, Шварц прав, что подобного рода пласт в этом фильме, безусловно, присутствует. Но если мы как бы всерьез к этому отнесемся и попробуем двигаться вместе с вот такого рода указанием, то мы наткнемся на целый ряд как бы проблем, которые вроде бы аллегорический ряд разрушают или нам придется додумывать, потому что Шварц ограничивается вот такими вот широкими мазками. Ну вот рефлексия, действительно, фильм снимается, когда Франка уже при смерти. И, в каком-то смысле, да, наверное, это размышление, но размышление, наверное, не только о судьбе франкистской Испании, но и о будущей судьбе Испании, что будет с Испанией дальше. Но в таком случае, например, возникает вопрос, а сама девочка Анна, она что собой репрезентирует? Об этом Шварц как раз про это ничего не говорит. Он говорит, это будущее Испании и так далее. Но будущее у нас, по крайней мере, трояка, да, девочек три. Почему их три? Почему не одна Анна? Зачем нужны еще две сестры ее, младшая и старшая? И по поводу названия фильма, который тоже нужно понять, да, название странное, вы, кроме ворона, это часть пословицы испанской «выкорми ворона, он выколет тебе глаза». И, ну, как бы получается, что дело в вороне, да, то есть если я ращу такое существо, как ворон, то ничего хорошего не жди. И, скорее всего, Саура переосмысляет это и говорит о том, что можно из чего угодно вырастить ворона, да, то есть можно перевернуть эту поговорку и считать, что тот, кто из, скажем так, материала, который мог бы быть и бабочкой, и канарейкой и так далее, растит ворона, то ему следует ждать того, что он выколет ему глаза. Ну и тогда получается, что дело не в вороне, а как раз в том, кто выращивает ворона. Ну и высказывание тогда такое, что этот режим, франкистский режим, и есть тот режим, который выращивает ворона, который выколет ему глаза, выколет глаза всему тому, что связано с этим режимом. Ну и действительно мы видим, что девочка Анна, у нее, значит, вполне обоснованная, возможно, такая тяга к тому, чтобы убивать, да, то есть смерть и убийство для нее является чем-то более-менее естественным, да, она и бабушке предлагает, и тетю собирается убить, и отца она считает, что она отравила, да, да, у нас вот это очень тонко построенные две сцены, где она моет посуду, да, после смерти отца и после, как бы, отравления тети, говорит о том, что она считала и считает, что отца убила она. И вот эта, как бы, такая наклонность, да, к убийству, получается, рождается режимом, который выращивает этого ворона. Но, тем не менее, если быть более точным с этим образом, с образом самой девочки Анны, то это, скорее всего, и тем она отличается, собственно говоря, от своих сестер, что она, скорее всего, репрезентирует не просто молодежь Испании, которая будет в дальнейшем выкалывать глаза всему тому, что связано с франкистским режимом, она, скорее всего, репрезентирует художника, ну, художническое, творческое начало. И здесь нужно заметить, что мать девочки, да, она должна была быть пианисткой, помните, да, она, в принципе, все ей прочили великое будущее, великой пианистки. И тогда, если идти вслед за аллегорией Шварца, то это культура. И тогда получается, что франкистский режим, собственно говоря, погубил или загубил культуру. И девочка Анна, которая так похожа на свою мать, является тоже репрезентирующей, собственно говоря, вот эти новые ростки, новой культуры. То есть является образом художника, рождающегося вот в этой самой франкистской Испании. Ну, и с этим связана, безусловно, ее способность к подражанию, к воображению. Она видит все эти сцены, которые ее сестры не видят. Сестра одна чуть старше, как бы, поколение, а другая чуть младше. И тем не менее, вот в зазоре, младшая сестра, кстати, говорит очень хорошую фразу. Она говорит, я родилась еще до того, как умерла. То есть я родилась как бы после того, как умерла мама, да. И в этом смысле это тоже звучит как метафора определенная, да. То есть есть те, кто не помнит о той культуре, которая была задушена этим самым режимом. И в этом случае получается, что тот тип художника, который вырастает на вот этой почве, тот тип художника, который будет выкалывать глаза всему, связанному с режимом, это художник, воспевающий смерть, да. И художник очень близко к смерти, соприкоснувшийся со смертью. И в каком-то смысле смерть или тема смерти является его оружием и его инструментом, если хотите. Да, и поэтому, например, последний рассказ, рассказ старшей, как правда, девочки, которая рассказывает Анне свой сон, это, в общем, тоже, ну, такой своеобразный прогноз. Да, вот люди, которые схватили, которые грозятся убить и так далее. И это все, возможно, связано с предощущениями того, что грядет за вот этим самым режимом. То есть любой режим авторитарный и жесткий, он на самом деле не сходит на нет моментально. Всегда находится какая-нибудь тетя, которая продолжает его. Всегда находятся люди, которые пользуются тем, что что-то ослаблено и возникает, ну, как у нас в лихие 90-е тоже что-то возникало. Не знаю, что-то у нас возникнет через какое-то определенное количество времени, другое дело, не буду затрагивать эту тему. Но получается, что Анна является как раз образом художественного начала, которое, несмотря ни на что, как бы рождается вот в этой душной атмосфере франкистского режима, который сходит на нет. Все это, как я уже сказал, относится к тому, что можно было бы считать аллегорическим пластом этого фильма. Но вместе с тем есть какие-то вещи, которые и мешают, или требуют какого-то более подробного рассмотрения. Ну, например, если мы говорим про розу, тоже можно как-то понять, что роза это репрезентирует здесь простых людей, то есть простые люди как-то воспринимают это. И именно эти простые люди, жившие в этом режиме, довольно спокойно рассказывают, да, вот папа такой, папа сякой. И вот тетя останавливает, говорит, что ж ты такое болтаешь, перестань. И эта роза, она рассказывает о том, какой был папа. Но то, что в этой аллегории немножко странно, это то, что, или точнее перебивает аллегорию, да, или пресекает ее, это то, что... А что, собственно, вменяется папе в вину в этом фильме? Что он, ну, бабник. Ну, бабник это вроде бы не тоталитаризм, да, ну, вроде бы как бабник это бабник. Это то, что говорит роза, что от него приходилось бегать и так далее. Более того, как бы первая сцена, когда Анна застает его, она застает его вот с этой женщиной, да, то есть это любовная сцена. И здесь возникает вопрос, да, это перебивка аллегории, или Саура хочет сказать нечто в рамках самой этой аллегории. Не должны ли мы задуматься о том, что, может быть, сам исток того, что можно было бы назвать авторитарностью, тоталитарностью и так далее, он, вообще-то говоря, коренится, он лежит где-то между любовью и смертью. Ведь на самом деле у нас все время в этом фильме есть вот это сочетание чего-то эротического и смерти. Ну, как явно это задано в первой сцене, да, то есть первая сцена любовная, но вместе с тем она смертельная. И жажда обладания, возможно, возможно, это хочет сказать Саура, не знаю, здесь я перехожу в область догадок, возможно, он хочет сказать, что, в принципе, именно жажда обладания, и вот некий эрос, который является, возможно, какой-то такой целевой или материальной причиной, того, что порождает тоталитаризм, это вот такая вот жажда обладания. И если это так, ну, это определенная мысль, которую можно додумывать. Ну, а может быть, другой вариант, который тоже нельзя исключить, как я уже говорил, что в фильмах Сауры вот этот аллегорический план, он не поддерживается всеми деталями. И есть целый ряд деталей, которые вроде бы от него отходят, от этого аллегорического плана, и мы попадаем, в общем, вроде бы в реалистическое повествование. Например, есть очень странный эпизод, это путешествие, значит, на, не знаю, как там у них, имение, да, имение той женщины, которая была с отцом. И если вы помните, Анна говорит, что у меня были не только грустные воспоминания, у меня было и прекрасные воспоминания. И прекрасным воспоминанием была поездка вот туда. Но что там прекрасного-то, собственно, произошло? Там они играли в прятки, опять эти прятки связаны с тем, что умри, воскресни. И там она видит те сцены, которые переносят нас в какое-то прошлое, да, воображаемое, где как раз отец, значит, целуется с этой хозяйкой этого имения, да, и а тетя там заигрывает, или у них начинается флирт с хозяином этого имения. И непонятно, что здесь радостного было для Анны. Ну, разве что разыгравшиеся воображения, да, то есть вот те сцены, которые она увидела, они, по сути дела, являются сценами то ли о прошлом, то ли о будущем, ну, в каком смысле о будущем, да, потому что сцена аналогичная, когда тетя флиртует, или там наоборот, этот хозяин имения флиртует с тетей, она видит явным образом, да, то есть как подтверждение вот тому ее прозрению, которое она видела до этого. И, наверное, я, в общем, по сути дела все сказал, что я хотел сказать, потому что есть множество деталей, да, о которых можно думать, и относительно которых у меня нет твердого ответа, что же это, собственно говоря, означает, да, например, почему Анна хочет, чтобы Роза обнажила свою грудь. Странная сцена, правда? Какая большая, она говорит. Ну, неизвестно, как это толковать, да, приникнуть к, так сказать, к культуре простого народа, что-нибудь в этом роде, если на аллегорическом уровне пытаться это прочитать. Ну, а может быть, не надо читать на аллегорическом уровне, да, то есть это как раз то, вот что я хотел сказать об особой технике Саура, которая, собственно, которая придает такой своеобразный шарм всем его фильмам, когда я не знаю, на самом деле, где я нахожусь. Я нахожусь в аллегории какой-то или нет? Или мне нужно срочно отказываться от аллегорического прочтения и просто смотреть на какие-то реальные отношения, вот девочка, вот ее мама и так далее. Ну, вот это то, что я хотел сказать про этот фильм. И теперь я передаю слово Алексею. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Медведев. Я фестивальный куратор, кинокритик. Спасибо Уре большое за приглашение. Да, я всегда ценю эти моменты для того, чтобы поделиться с вами какими-то размышлениями о своих любимых фильмах. Ну, во-первых, мне кажется, что первое соображение, которое я хотел высказать, что это одно из самых красивых названий, которые как бы обладают и символическим звучанием, и конкретным, очень четким, выкроме Ворона, крео Куэрвус. Более того, даже если вы углубитесь в какие-то уже совсем экзогетические глубины, то вы узнаете, что там в языковом, в звуковом символизме у Бальмонта, у Генри Таро, у Хлебникова, сочетание КР означает, вот эта литерация означает границу и ее трудное преодоление. Вы это сможете увидеть в русских глазах, в русских словах край, крик, кровь, Крым, кстати сказать, вот, и в древнегреческих словах Кризус, Кристос, Кронос, вот, и, конечно, мы здесь имеем дело с нацией, с одной из самых древних, интересных и впитавших различные влияния, в том числе и иудейские, и арабские нации нас в Европе с испанской нацией. И мне кажется, что это просто замечательным образом интересно. Тем более, что съемки фильма «Выкорми ворона». Кстати, обратили внимание, что литерация даже в русском названии присутствует. «Выкорми ворона» это так хорошо, хорошо по-звуковому рифмуется. Они действительно проходили летом 75-го года. Летом 75-го года это был такой последний кризис режима Франка. Там пять анархистов были приговорены к смертной казни. и вся Европа уже и Организация Объединенных Наций требовала от Франка их помилования. Они были казнены в начале осени, а в ноябре Франк умер. Франк страдал, он умирал чрезвычайно мучительно, он страдал от болезни Паркинсона. По-моему, у него был еще рак желудка, у него было две трети желудка, как будто ли, но и это вот так сказать, тот фон, который сопровождал съемки фильма Карлса Сауры и его выход уже в 76-м году, уже после смерти Франка, когда политический процесс, к счастью, великому для Испании, попал в руки короля Ахуана Карлса, который обеспечил мирный переход к демократии и к первым демократическим выборам 78-го года. Так вот, этот фильм для... Почему я говорю, что мы попали в десятку, что он даже для Карлса Сауры какой-то особенный, то есть, понятно, что мы смотрели вот с вами, ну и с кем-то из вас охоту. Вот такие аллегорические фильмы, ну, как очень точно сказал Ури, аллегорические, но вместе с тем не сбивающиеся на какой-то там прямой символизм фильмы о гражданской войне, о сложной истории Испании, которая перешла фактически сорокалетий, почти сорок лет, тридцать восемь или тридцать девять лет авторитарного государства. Сам Франко, кстати, называл свой режим тоталитарным, очень этим гордился, да, то есть, это, он фактически является автором термина, да, то есть, он считал, что тоталитарное это очень хорошо, когда все, так сказать, все воедино, да, все работает на одну идею величия вождя, величия нации, вот, но, соответственно, да, этот сорокалетий период подошел к концу, не надо, кстати, думать, что нас ждет еще 20 лет, потому что у Франко, у него был огромный бонус в 50-е годы послевоенный период в Испании началось реальное экономическое чудо, то есть, это фактически, ну, если Пушик проводить эти такие очень сомнительные исторические параллели, не сомнительные, а шаткие, да, то это наши нулевые, да, и он действительно вот продержался, продержался до середины 70-х годов. Какое место занимает в этом карьера Сауры, я, как обычно, всегда оговариваюсь, да, что вот я, так сказать, ну, вот, практически киновед или человек, отвечающий, как минимум, за киношную составляющую, могу вам сказать, что уникальная позиция Сауры заключается в том, что это единственный испанский кинематографист, который прожил со своей родиной историю 20-го века. Он родился в 32-м году, вот, соответственно, в начале гражданской войны ему было еще очень мало лет, в 36-м году она началась, но, тем не менее, уже там через 10 лет он поступил в, ну, как бы, в свой, в испанский, в испанскую киношколу, первый фильм снял в 60-м году под влиянием итальянского кинореализма, это был фильм «Бродяги», да, «Бродяги» 60-го года, и действительно он не эмигрировал, не подвергался особой цензуре, в отличие от Банюэля, которому пришлось уехать, в отличие от Виктора Эрисе, которому пришлось замолчать, а Виктора Эрисе, опять-таки, если кто-то есть из наших постоянных слушателей, это автор фильма, замечательного фильма «Дух Улья», где сыграла свою первую роль Анна Торрент, исполнительница главной роли в том фильме, который мы посмотрели сегодня. Там ей было 6 лет, это был фильм 73-го года, здесь ей уже 8 лет, она, кстати, до сих пор актриса, вполне себе успешна, бывают вундеркинде актеры и актрисы, которые заканчивают быстро свою карьеру, с ней этого не случилось, из тех фильмов, где вы ее точно могли видеть, там это Анна Болейн, другая из рода, это такой блокбастер был, где она играла испанскую герцогиню, это чемоданы Тульса Люпера Питера Гринуэ, то есть это действительно актриса, которая состоялась. Так вот, возвращаясь к своей мысли, действительно Карл Сауру это человек, который прожил вот этот испанский перелом от авторитарной власти, которая продолжалась с 36 года, начало гражданской войны, военный переворот флангистов, до 75 года, до смерти Франка и до 78 года, когда состоялись первые свободные выборы, он реально начал работать в самом начале 60-х годов, он достаточно жестко подвергался цензуре, но это в общем была такая ситуация похожая наверное немножко на ту ситуацию, которая была у нас с Андреем Тарковским, когда давали снимать редко, но все-таки давали, да, и там предъявляли 60 поправок от цензурного комитета или как там называлось, но все-таки фильмы пропускали. Так вот, фильм, который мы посмотрели сегодня «Выкорми Ворона» это первое абсолютно авторское высказывание Карлоса Сауры, это первый фильм, в котором он позволил себе высказаться максимально откровенно, при этом я не говорю публицистично, вовсе нет, в этом фильме нет никакой публицистики, но это первый фильм, в котором не было никакого цензурного надзора, режим Франко уже был как бы-то на последнем издыхании, более того, Карлосаура заручился международным финансированием, в чем ему очень сильно помогла его многолетняя партнер и подруга и гражданская жена Джеральдина Чаплин, с которой он познакомился в 67-м году, вот их отношения по-моему продолжались около там кажется 15 лет, она как дочка Чарли Чаплина великого и сама по себе очень здоровская и классная актриса и внучка Юджина Анила, конечно, она обладала огромными связями и основное финансирование этого фильма оно шло из рубежа и франкистские цензоры просто не позволили никаким образом вмешиваться в замысел этого фильма и как вы возможно обратили внимание в начальных титрах там есть титр что идея сценарий и режиссура Карлса Сауры это конечно это конечно вот его первое его первое и на самом деле на мой взгляд лучшее авторское высказывание да потому что еще раз повторяю да когда я говорил вам про звуковой символизм вот этого самого Крио Куэрвас да вот этого сочетания да речь идет об обществе на границе да и когда мы говорим об обществе на границе на грани на состоянии перехода нам совершенно не обязательно говорить о каких-то политических течениях хотя это тоже возможно мы знаем прекрасные примеры политического кино там и у Анжиа Вайда и у бразильских близких фильмейкеров американских но это совершенно не обязательно само вот это ощущение перехода само вот это ощущение как бы границы которая с трудом преодолевается преодолевается на наших глазах это и есть то что увязывается в сложную метафорическую сетку как бы взросления девочки взросления опять-таки внезапного и трудного потому что в первой сцене как вы помните она является свидетелем смерти своего отца это кстати одна из самых ну как бы знаменитых часто цитируемых сцен в европейском кинообразовании я в свое время проходил практику в La Femise это такая французская киношкола в Париже довольно известная вот как бы наравне с броненосом Потемкиным и гнилым червивым мясом показывают показывают вот эту сцену и говорят вот вы видите как Джеральдина Чаплин а это же Джеральдина Чаплин которая играет мать и выросшую дочь да то есть это вот входит просто в кадр и спрашивает там дочка как у тебя дела и не помню что она спрашивает да то есть появление призрака который мы только потом узнаем что мать ее к этому моменту уже умерла обставлено самым естественным самым простым кинематографическим образом в то время как диалоги девочки с тетей и там с окружением наоборот как бы подчеркнуто вот это дистанцирование вот эти общие планы вот эти восьмерки вот то есть даже на уровне камеры на уровне визуального изобразительного решения мы видим что она больше связана с потусторонним миром с миром своей матери вот но я на самом деле еще тоже хотел послушать ваши вопросы я думаю Ури тоже я просто хотел еще по поводу Карлса Саура сказать вот такую важную для меня вещь дело в том что я вижу здесь ну я вижу и молодых людей я вижу там и моих ровесников и может быть людей немного старше которые помнят что Карл Саура вошел в российский как бы ну такой киноманский контекст в 80-е годы и там во второй половине 80-х вот когда у нас как бы начал рушиться железный задавец у нас появились фильмы позднего Сауры вот это были фильмы Кармен фильм который получил там спецприз в Каннах кстати этот фильм выкроме Ворона он тоже получил гран-при жюри в Каннах кажется в 75-м или в 76-м году это был фильм колдовская любовь и это были очень хорошие фильмы это были фильмы которые рассказывали о том как там какие-то танцевальные трупы фламенко ставят какие-то спектакли там Кармен по Мариме или или колдовскую любовь по ой простите запамятовал да даже по какой-то классической испаноязычной пьесе вот но смысл заключался в том что казалось что все это достаточно тривиально то есть ну не то чтобы тривиально но это не что-то сверхъестественное и потом ты там вдруг читаешь какие-то воспоминания Буниуэли где он пишет о том что Карлос Саур это был вообще единственный человек который который был ему близок в испанском кино или ты читаешь там воспоминания Стэнли Кубрика где он пишет о том что Карлос Саур его любимый европейский режиссер и более того когда там Стэнли Кубрик выпускал европейские в том числе испаноязычные версии там фильм Шайнинг там Сияние да он просто не будучи знаком он просто там звонил Карлосу Саури и говорил слушайте я вам там заплачу любые деньги но я хочу чтобы вы отсмотрели идеологии чтобы все это было безупречно потому что я знаю что так безупречно как вы этого никто сделать сделать не может вот и от этих поздних работ 80-х годов с которыми мы в умирающем Советском Союзе познакомились как бы первыми ну они первые первые к нам пришли мы вот потихоньку возвращаемся и имеем возможность в том числе благодаря таким камерным показам узнавать о том о той классике благодаря которой Карло Саура действительно стал одним из ведущих ведущих европейских режиссеров конца 60-х средины 70-х годов и более того да то есть мы как бы мы вот видим что ну что так так получается что в это время да то есть фильмы Карлса Сауры да в наше время становятся как ни странно гораздо более актуальны чем если бы чем если бы мы их узнали раньше я имею ввиду классические фильмы да потому что они как раз об обществе в состоянии перехода об обществе в состоянии транзита о том какие резервы какие ресурсы есть у общества задыхающегося от недостатка свободы и когда я говорю про недостаток свободы я даже ну понятно что мы имеем ввиду какие-то там простые вещи да недостаток гражданских свободы и так далее и тому подобное но мне кажется что очень важно что он рассказывает об этом на языке ребенка о том что этот недостаток свободы это просто это просто трагедия и кошмар маленького существа который которому некуда обратиться да единственное его настоящий адресат это призрак его матери да и вот получается что парадоксальным образом эти фильмы Карлса Сауры возвращаются к нам и я очень рад и благодарен Ури за то что он нам помог это сделать и надеюсь что мы ответим на ваши вопросы спасибо Алексей собственно говоря это я на поводу как раз у Алексея пошел поэтому мы смотрим Сауру мне очень нравятся эти фильмы и действительно как обычно слово вам я не знаю как у нас позволяет эта обстановка эпидемиологическая предложить вам задать вопрос вы держите подальше просто микрофончик пожалуйста если у вас есть вопросы замечания как обычно у нас вы можете их озвучить вы боитесь да ну правильно в общем действительно обстановка такая у меня на самом деле есть два вопроса один это вот эта песня любимая песня Анны и других девочек с припевом а песня которая в конце поется она и в конце поется она несколько раз поется я готов ответить вот просто да вот это почему ты уходишь как-то сначала это появляется в контексте матери потом это появляется когда не обреченно в этих одинаковых формах вот к вопросу режима идут в школу что бы ни случилось там летом они все равно идут в школу и для тети это облегчение ну а мы по ним мне кажется видим что для них наоборот вот хотела просить вас прокомментировать слушайте ну смотрите вот когда идут в школу я правильно понимаю что вы имеете ввиду самые финальные моменты где они на общем плане на общем плане идут я этот план честно говоря считываю по другому мне кажется что Карл Саура он вообще такой человек который очень ну если вы посмотрите другие его фильмы или если уже видите или если пересмотрите вы обратите внимание что он очень склонен к замкнутым клаустрофобическим пространствам и для него вот эти замкнутые пространства там и там то поместье которое там было там в охоте и или там в ванне в ванне волках то есть это такое как бы пространство в котором время застывает здесь и здесь это тоже есть да но здесь впервые как бы да вот происходит какой-то выход да и мы видим что прости господи да то есть да вроде бы Испания замерла на 40 лет в тоталитарной спячке но тем не менее выросли какие-то высокие здания и и родились какие-то новые песни да и понятно что этот переход не будет безболезненным но он абсолютно неизбежен и мне кажется что это тоже такой ну как сказать не совсем пессимистический что ли акцент который Карл Саура видит что же касается самой песни да это испанская певица Жанет да и это супер хит вот ровно того времени и это кстати очень любопытно я не впервые это испытываю когда ты смотришь фильмы которые тебе кажутся совсем старым да то есть ну который там снят полвека назад да и вдруг ты слышишь какую-то песню которая ну которую ты в общем легко можешь услышать из своего FM радио в машине да когда включишь ну пусть даже это будет ретро радио но тем не менее да она звучит довольно современно и ну конечно это конечно это вызов да конечно это конечно это та щель конечно это та расщелина через которую вот вот в эту герметичность ранних фильмов сауры в их безысходность которая нам опять-таки хорошо знакома по таким фильмам как охота там или мятный охлажденный коктейль да проникает проникает что-то новое и веселое опять-таки поделюсь какой-то совсем личной ассоциацией мне мои любимые режиссеры ну как бы вот последних ну 21 века скажем так это режиссеры румынской новой волны это прежде всего там Кристи Пу и Корнелию Парумбою и я заметил вот у них эту такую приятную для меня и такую освобождающую черту когда они заканчивают свои очень трудные и там для обычной публики может быть занудные для просмотра фильмов вот такой легкой поп-мелодии да которая которая выводит нас даже не то что какой-то другой уровень не то что освобождает нам нас а просто говорит о том что ребята у вас есть глаза у вас есть чувства у вас есть воля вы можете делать то что вы хотите вы не должны делать то что вам говорят я тоже откликнусь я хотел на самом деле сказать про музыку забыл просто мне кажется ну по крайней мере опять же я на этом совершенно не настаиваю но я вот эти музыкальные вставочки читаю следующим образом там есть еще одна Санта Круз это 30-х годов как бы такая ну то есть это бабушкина песня это бабушкина песня и та и другая песня это песня о любви и эти песни о любви они как бы вроде бы это девочки их любят то есть вот этот тонкий очень эротизм которым окрашены девочки я не знаю я его даже с трудом могу сформулировать но он присутствует он присутствует практически в каждой из этих девочек из этих троих девочек есть элемент эротизма почему он важен потому что на самом деле ведь собственно говоря как я уже сказал вот этот тоталитаризм он выражен с помощью эротической составляющей этот отец значит вот он это тетя у которой тоже есть любовник и эти песни они в каком-то смысле являются своего рода альтернативой альтернатива либо 30-х годов либо альтернатива вот сегодняшняя и она может быть грустная эта песня же что ты уходишь и это не подходит к маме например хотя может быть девочка может ассоциировать с мамой конечно но и с мамой у нее тоже связан помните там есть сцена ну такая тоже она практически эротическая когда мама ее там кусает целует за ушко за шейку и так далее то есть по сути как мне кажется в этой песне есть вот эта альтернативная если хотите альтернативная эротика или перечеркивание того типа эротических взаимоотношений которые характерны для папы для тети и для всего вот этого мира франка и в этом смысле это созвучно потому что Алексей сказал но я хотел это в общем с самого начала обратить ваше внимание на звуковой ряд но забыл вот сейчас как раз благодаря вопросу мы об этом сказали пожалуйста есть еще ну да я еще я еще два слова хотел добавить просто чтобы вас включить в какой-то испанский исторический контекст в плане истории искусств да то есть ведь если мы говорим о поп песнях о поп искусстве то смерть франка и первые демократические выборы в общем привели к тому ну то есть условно говоря 75 год это как в России условно говоря 85 год да то есть вот к 90 году то есть к 80 в Испании расцвели все цветы да то есть началось испанское движение которое имело название Ламовида да это то что можно приблизительно перевести на русский язык как движуха вот и главным героем которого стал Педро Альмадовар который в 82 году выпустил свою первую фигулю в 81 я помню да то есть это люди которые занимались любовью не знали различия между полами свободно творили и наслаждались ну как бы да вот абсолютным да абсолютной какой-то свободой что в свою очередь естественно привело к какому-то похмелью но это было это было пожалуйста если еще у кого-то что-то пожалуйста я включил кажется микрофон если нет то да работа можно посмотреть я хочу определиться просто просить как-то помочь мне эту сцену принять вот эта сцена где мать катается от боли и дочка на это смотрит во-первых для меня это было как-то в другой стилистике выбилась как-то эта сцена совсем из стилистики фильма мне она показалась дико долгой смотреть ее было очень тяжело и когда мать говорит дочери маленькой что я боюсь страх смерти то есть ну это просто для меня какая-то была совершенно невероятная сцена вот помогите принять и второй вопрос по поводу сказки орешек вот какой как бы ее смысл почему тетя повторяет это и в чем как бы вот спасибо да я честно говоря не знаю что по этому поводу сказать вам сцена с вот этой болезнью матери она на самом деле ведь является неочевидно что это что так и было то есть это это вопрос является ли эта сцена примерно тем же самым воображением ребенка что и другие встречи с мамой или же эта сцена действительно вот того периода когда мама умирает я скорее склонен думать что это сцена которую воображает девочка и и собственно вот это неестественное поведение матери немножко неестественное ну наверное мать бы в присутствии ребенка может так бы она такое впечатление что она вообще ее не видит возможно она бы и не вела себя таким образом да то есть поэтому я склонен вот так видеть эту сцену это как и все остальные сцены которые она видит ну например как отец целуется в кустах вот с этой значит женщиной она тоже довольно странноватая да что это они они что-то совсем уж какие-то разогретые там в этих кустах тут же люди ходят в общем это наверное но девочка так видит и вот это является воображением ее я так вижу эту сцену и поэтому в этом ее странность возможно а про орешек не знаю что сказать ну может быть есть что-то в испанском фольклоре или какая-то сказка всем известная но есть я знаю перевод что это миндалинка но а не орешек но тем не менее я затрудняюсь как-то прокомментировать может быть Алексей нет боюсь что не смог не успел меня тоже заинтересовал этот момент но нет не успел что касается девочки значит смотрите да то есть вот ну вот в данном случае мне кажется что у нас с Ори такой довольно уникальный вечер когда мы совпадаем по всем статьям да потому что мне кажется что он очень точно сказал да про то что ну да сцена происходит воображение девочки но дело даже не в том что сцена происходит воображение девочки ну а если вот по-моему это сформулировать то речь идет о том что как бы девочка является глазом режиссера да то есть вот он решает посмотреть что случилось со стороной которая умирает со страной которая возрождается с людьми которые умирают с людьми которые продолжают жить со старыми поместьями там флангистских фашистов которые разрушаются с новыми домами которые вырастают с новыми городами которые вырастают на их месте да и девочка это такой вот как сказать да всеобъемлющий глаз который это видит именно потому что она девочка именно потому что она маленькая беспристрастная не нагруженная никакими вещами и поэтому она да вот она смотрит на агонию на обучение своей матери и это выглядит странно но для меня я чувствую какую-то правду в этой сцене именно в том что вот да режиссер выбрал такую точку зрения причем он выбрал ее как бы не примитивно как я не знаю в каком-нибудь детском кино там драмы родителей глазами ребенка нет он сделал ее абсолютно отстраненной да вот у этой Анны Торрент у нее прям такие глаза такие вот которые как зеркала да они все время блестящие вы обратите внимание там очень на самом деле очень здорово операторская работа решена и это не подумайте что это простая задача да потому что подсветить человеческие глаза это очень сложная вещь если вы посмотрите на классические голливудские фильмы да в хорошем разрешении то вы увидите что там отражаются светительные приборы и так далее и тому подобное а здесь эти глаза они представляют собой такие вот светящиеся даже такое вот слово можно употребить бельма да в которых отражается вот этот мир да и и и это ребенок который решает что с этим миром делать принять его или уничтожить своим собственным волеизъявлением и мне вот кажется вот это вот такой вот прям смысл вот этих классических фильмов Карлса Сауэра который он может сам даже не не думал про это потому что он жил в это время но которые почувствовали и Буниуэль и Кубрик и люди которые вот ну больше может быть об этом думали да вот и поэтому он крут Орешек я пока Алексей говорил я подумал следующий раз с экспромтом не про саму сказку а про то что ее рассказывает и мама и тетя если отвлечь наверное есть какой-то смысл потому что это про Орешек но то что рассказывает это и мама и тетя здесь важно да потому что ну вопрос как бы кто рассказывает можно одно и то же сказать вопрос из чьих уст это звучит да то есть в этом смысле одна и та же сказка она может звучать по-разному если я ее слышу от одной инстанции то она звучит вроде бы неплохо а если от другой инстанции то она звучит очень плохо да какая-нибудь поговорка она у кого-то звучит легко и смешно а у кого-то довольно грустно ну это как бы это наверное достаточно простая мысль да но она не отвечает на вопрос как бы почему Орешек но хотя бы отвечает на вопрос почему рассказывается и мамы и тети да конечно кто хочет спросить тот и спрашивает да я тоже думала по поводу Орешка но мне просоциировалась Дюймовочка и сама сказка но это насчет вот вашего комментария что смотря из чьих уст у меня было ощущение от этой сцены что тетя как бы захватывает пространство матери что она покушается на святое в этот момент ну она же не знает что девочка в этот момент как раз про эту сказку слышала поэтому она как бы но она рассказывает ту сказку которую возможно все рассказывают эту сказку она с нее и начинает но девочке от нее слышать эту сказку невозможно поэтому я не думаю что тетя как бы такая коварная девочка это воспринимается как попытка захватить вот этот мир ее и матери ну естественно да то есть как и в принципе появление тети для нее оно изначально является таким да вспомните сцену с едой она тоже очень красиво сделана они все держат не так держат вилки и ножи ну опять же тоже можно было бы сказать неестественная сцена да что же вас не учили не воспитывали и так далее но в этой неестественности есть что есть вот это характерная в принципе для тоталитарного режима история с тем что какая-то часть вещей остается неподконтрольной но как только контролеры выращенные этой системой приходят они они видят что здесь безобразие творится не научили что ли вас за столько лет вести себя так-то и так как вы вилки держите как вы честь отдаете как вы галстук завязываете это очень тонко ну поскольку как Алексей уже сказал человек прожил в этом мире он очень тонко это чувствует то есть тоталитарный режим для него вот это характерная вещь с одной стороны все схвачено с другой стороны есть места которые именно потому что есть вроде бы все устроено и поэтому остаются какие-то неохваченные или неподчиненные вещи маленькие детали вот типа как галстук завязывать или как держать нож но наследники этого режима они безусловно придираются к деталям и вот эта тетя как наследница как раз это и делает ну что будем прощаться или все-таки кто-то еще что-то хочет сказать спросить ну хорошо а вот еще кто-то появился да у нас вопрос так бы я уже давно закончил мы просто соскучились давно давно не общались так вот да спасибо очень интересный ваш рассказ еще хотелось уточнить какой-то ваш комментарий насчет того что по сюжету в какой-то момент в доме остаются одни только женщины и просто мне это очень сильно напомнило шепота и крики Бергмана и вообще много мотивов которые сходят в обеих в обоих фильмах то есть ее больная мать и вот эта служанка это возможно вообще случайное совпадение но интересно именно ну как бы про гендерный состав грубо говоря почему только женщины остаются и вот ну я как бы насчет Бергмана не знаю может быть Алексей ответит это сравнение потому что я не помню этот фильм а по поводу гендерного состава это у Сауры вообще-то говоря как я я посмотрел может не все его фильмы но для него действительно вы правильно очень уловили для него это очень важное различие например в фильме Анны и Волки есть мужчины и мужчины это собственно говоря и есть вот эта вся как бы власть в разных апостасях а женщины тоже в разных своих апостасях это скорее ну вот те кто находится под этой властью и вот это разделение оно и здесь в этом фильме оно тоже присутствует мужчины при этом появляются по-моему без формы мы не видим мужчин они только в форме ну их всего два правда по-моему да то есть если не считать тех кто стоял там у гроба может еще несколько но мужчины здесь как бы они уходят потому что уходит этот режим уходит этот власть а мужчины и есть олицетворение этого режима и в этом смысле например про тетю мы можем сказать что тетя это ведь она же не в форме это не режим это продолжение жизни этого режима среди тех кто в этом режиме жил это не как бы еще один офицер который сменил генерала а это как раз один из представителей один из или типаж типаж выросших в этом режиме есть типаж который вырос в этом режиме и продолжает его дело независимо от того что он вообще так говоря подчинялся ему ну мы опять же это прекрасно тоже пережили с тем что Советский Союз ушел это не значит что ушли люди которые воспроизводят тот самый дискурс тоталитарный который в Советском Союзе был и вот этот женский состав это и есть ну в каком-то смысле народ есть режим есть народ и в этом и различия поэтому народ когда вроде режим уходит остается один и дальше можно смотреть что что из этого будет мне так кажется ну я буквально два слова два слова наверное добавлю да мне кажется ответ очень простой я вот это намеренно просто тоже сформулирую смотрите мужчины не меняются мужчины упорствуют мужчины застревают в своих схемах становятся заложниками своих решений своей там политики своих своих отношений женщины это надежную перемену именно поэтому спасибо за то что вы вспомнили Бергмана это такой очень классический пример как один из самых таких режиссеров режиссеров ну склонных даже можно сказать там очень грубо к мезогении да который там третировал своих актрис который там их доводил чуть ли не до сумасшествия до истерики со всеми с ними спал и если бы какой-нибудь там активист мету да в то время был он бы просто Бергмана бы немедленно повесил на ближайшей осени но он тем не менее да делает женщин главными героинями своих самых важных фильмов персона шепот и крики осенние сонаты потому что женщина это надежда на изменения это надежда на выход из тупика в которую себя в которую себя мужское общество загоняет я бы добавил в определенной образной системе да потому что в общем не будем абсолютизировать в определенной образной системе нет а то мы сейчас слишком расхвалим мы даже мы даже абсолютизировать не будем до такой степени что мы на самом деле будем говорить о том, что мужской и женской это не обязательно даже гендерная какая-то вещь. Это просто разные подходы. То есть не обязательно быть женщиной, чтобы обладать женским подходом. И наоборот. Ну хорошо, друзья. Будем прощаться. Ненадолго. Через неделю приходите. Мы продолжим.